Взрыв В доме проживало 257 человек. 53 из них, в том числе 4 ребенка, размещены в гостинице. Остальные жильцы сейчас находятся у родственников и знакомых. Непосредственно обрушились 5 квартир. Все произошло около половины девятого вечера и лишь чудом обошлось без жертв. У нас вчера дома не было. Мы как раз уехали в деревню. В 3 часа дня где-то. В 9 часов нам позвонили, что обрушилось. Приехали. Ну вот просто звук такой и все. И затряслось. И сразу же начали стучать в двери, что выходите, выбегайте. Все, мы собрались и вышли. Доступ во все квартиры на сегодняшний день закрыт. Экспертная комиссия через 5 рабочих дней предоставит в оперативный штаб оценку состояния здания, после которой решат, пригодно ли оно для дальнейшей эксплуатации. Утром с жильцами встретился губернатор области Владимир Якушев. Все вместе обсудили сложившуюся ситуацию и определили план последующих действий. Жильцов, конечно, интересовали оставленные дома документы и вещи, и как можно забрать самое необходимое. Но все-таки первостепенное у нас с вами – это человеческие жизни. Поэтому вот здесь прошу тоже всех соблюдать всю необходимую безопасность. Юрий Николаевич, вы обеспечите необходимое количество там спасателей, потому что кто-то занимается работой, а кто-то будет сопровождать людей, чтобы люди там не стояли и не толкались на улице. По поручению главы региона, его заместитель по социальным вопросам Ольга Кузнечевских проведет индивидуальную работу с каждой семьей, чтобы определить необходимую адресную помощь. Владислав Соколов, Юрий Гудок, Рафаюков, информационное агентство «Тюменская линия». Владислав Соколов, Юрий Гудок, Рафаюков, информационное агентство «Тюменская линия», «Тюменская линия». Продолжение следует...